Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы вместе с вами продолжаем строить поселение рабов в игре под названием Life is Hard. И как вы видите, к нам кто-то пришел и что-то от нас хочет. Мир вам, мил лорд, мы беглые пленники с севера. Пожалуйста, укройте нас, мы сочтем честью работать и сражаться за вас. Ярл будет недоволен, если вы поможете им. Ну, во-первых, плевать я хотел на всяких там ярлов. Я бог смерти. Во-вторых, эти ребята до сих пор не понимают, что они из рабства бегут в рабство, поэтому, да, конечно, я помогу им. Халявные рабочие руки, почему бы и нет, помочь. Опачки, и у нас плюс два новых поселенца, это здорово. Давайте сразу же попробуем обеспечить их работой. Наши собиратели могут, да, молодцы. Давайте обеспечим их работой, потому что... Эй, а чё это вы все не работаете? Так, не понял, иди собирай ягоды. Ты у нас кто? Ты у нас новичок. Боязнь нордов. Этот сок мы наносим на 25% меньше нордам. Поэтому пускай наносит на 25% больше камню. Будешь добывать камень. Ты тоже боишься? Ну, поэтому иди руби лес. Нам нужно много древесины. Ты что? Шахтер. Будешь работать в шахте. Ты у нас новичок. Тоже... А убийца нордов? Ничего себе, это здорово. Ну, тогда будешь убивать животных. Нам нужно больше еды. Нам нужно больше мяса. Всё хорошо. Вроде бы всем распределил работу. Давайте посмотрим, сколько зданий мне ещё потребуется. Потому что у нас 10 поселенцев. А зданий есть на 8. Короче, улучшайте ратушу, чтобы разблокировать это. Я не могу построить здание. Ладно, давайте. Улучшаем ратушу. Интересно, как она будет выглядеть и какие возможности у нас появятся. Также было бы неплохо... Нет, ферма у нас есть. Милорд, залежи руды в шахте иссякли. Нам следует восстановить старые опорные балки, чтобы расширить зону добычи руды. Это вот это значит, да? Ладно, у меня древесины ещё немного осталось. Да, я как бы... Окей, я сказал, хорошо. Я сказал, хорошо, постройте, да. Выделил ресурсы. А их до сих пор... Ты чё стоишь? Уилфрид. Тупица. Ну, понятно, он тупица. Не способен улучшать навыки ни в одной работе. Иди, добывай грибы. Я не знаю, что это. Грибы, наверное, да? Тупица. Я не думал, что здесь есть тупицы. Обычно только я их называл тупицами. Ладно, хорошо. Что дальше? Ратуша улучшена или нет? Так, ратушу до сих пор никто не улучшил. Видимо, не хватает рабочих. Давайте ускорим время игры, чтобы кто-то пришёл и построил ратушу. Гнев севера? Готовьтесь к обороне, и теперь беглецы ваши подданные. Обороне от кого? Кто может вообще как-либо угрожать богу смерти? Кстати, о богах. Где этот бог смерти? Вот он. Посмотрите на этого красавца. Ничего не страшно, ничего не бойзно. Такс, 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 такс. Только вот подданные всё равно тупят. Возвести строение. Я ж нажал возвести строение. Почему его не возводят? Так, мужик, может быть ты будешь? Вот, женщина, иди ты. Возводи строение. Ладно, иди добывай древесину, раз ты такая. Хотя, стоп, погоди. Во, возводи здание, да. Потому что больше почему-то этим никто заниматься не хотел. И у нас появляется новый центр города. Красивый и высокий. Его шпиль стремится пронзить небеса и оказаться выше, выше и выше. Оба-на, и даже появилась офигеть. Смотрите, циферблат появился, часы. Наша колония начинает неплохо развиваться. Не все мои рабы умны, но те, кто умны, они умны по-настоящему. Это здорово. Теперь я хочу построить новое здание. Такс. Улучшаете ратушу, чтобы разблокировать это. До сих пор недостаточно? Но давайте улучшим ещё раз ратушу. Хорошо. Только кто этим займётся? Оба-на, сверите ресурсы. Они что-то тут валяются без дела? Не круто. То у меня куча рабочих бездельничает, то все рабочие заняты и все работают. Это, конечно, здорово, что все работают. Но давай сперва слушай. Ты чё носишь? Кожу, ты у нас охотник, да? Такс, возьму, наверное, тебя. Прекрасная леди, иди строй ратушу в одно лицо. Зовут тебя... Эсма. Эсма, да. Она у нас обжора, хотя таковой не выглядит. Довольно милая девчушка. Милорд, наше королевство растёт. Новые земли ждут освоения. Выберите род деятельности для новой деревни, и мы тут же возведём её. Можно строить новую деревню. Прекрасно. Здесь у нас, друзья, будет находиться новая деревня, а ещё в городе появился забор, который защищает нас от врагов с севера. Прикольно. Север ведь там, да? Юг снизу. Тут у нас запад, там у нас восток. Короче, это здорово, друзья. И надо строить новые жилые дома. Угу. Новые жилые дома строить нельзя, зато можно улучшить старые. Так я и сделаю. Так, Сэм. Окей. Баня. Кто-то моется в бане. Здорово. Наши разведчики сообщают, что что-то странное. Ну почему ты не договорила? Ты тоже тупица, что ли? Эх. Это олени. Друзья, это нападение оленей. Избили бедную девушку. Сейчас. Рыцарь смерти придет и забьет оленя. Еще этого. Потом просто вам останется пойти и собрать с него шкуру. Кстати, олень очень больно бьет. Не круто. Кабана мы тоже, пожалуй, зарубим на куски. Здесь вы можете построить ворота для защиты от врагов. Прекрасные слова. Защита. Но враги не очень приятно звучит. Так, давайте, возводите строение. Я ж нажал улучшить. Два новых дома. Прекрасно же. Кто-то начал дом строить. Отлично. У меня появились наконец-таки нормальные рабочие. А вот с добычей камня какие-то проблемы. Вроде бы есть шахтер, но он у нас... Нет, это не тупица. Ты у нас лесоруб. Иди дальше, рубелес. Ты? Ты тупица. Ну, добывай и тупица камень. А ты кто? Ваши строители. У меня даже строитель один есть. Здорово. Так, ладно, ускоряем дальше. Мне сейчас нужны ресурсы для возведения новой деревни. Я хочу узнать, что это такое и сколько это стоит. Угу. Сельское хозяйство. А эта деревня будет вас снабжать семенами время от времени. Рыбная ловля будет ловить рыбу. Заготовка древесины. Добыча руды. И кузнечное дело. Такс. И что бы выбрать? Что будет наиболее полезным? Наверное, все-таки заготовка древесины. Но для этого мне потребуется куча руды. Просто вот в чем дело. Деревья заканчиваются, а руда в шахтах, ну, заканчивается гораздо медленнее. Поэтому давайте сейчас добудем побольше руды. Такс, бездельники есть. Да, шахтер, иди добывай сразу же. Немного поработаете. Опачки, а что это за люди стоят бездельничают? А, это просто декорация. Неплохо. Ладно, размножайтесь. Нам нужны еще два шахтера. Вы тоже размножайтесь. Здесь и город выглядит уже, ну, довольно симпатично. Не правда ли? А? Я забочусь о своих тупицах. Как бы то ни было. И даже разрешаю им спариваться. Круто ведь, а? Круто ведь. И люди растут у меня очень быстро, благодаря моей магии. Здорово. Так, что у нас здесь? Какое-то поселение. Кого-то... Кто-то в клетке сидит. А что он там сидит? Ну, не знаю. Ну, пускай сидит. Ладно. Пускай сидит. Тут можно еще одну деревню построить. Но у меня камня не хватает даже для первой деревни. Не говоря уже о второй. Спаривайтесь. Я же сказал. Видимо, в этом доме они заниматься подобными вещами не хотят. Только в правом доме. Но правый дом красивый. Так. Сначала построите мастерскую. Для улучшения ратуши мне нужна мастерская. Окей. Но все равно, оба-на, новые жители родились. И... Ваши люди голодают. Смените рацион. В смысле? У меня же есть еда. У меня куча овощей. И куча мяса. Очень питательно. Видимо, они хлебушек еще хотят. Ладно. Пока без хлебушка обойдемся. Плюс в моем поселении не хватает мыла. Кто бы мог подумать, что мои подданные будут нуждаться в мыле. Бани достаточно. Люди раньше без мыла нормально мылись. И все было хорошо. Ой, офигеть. Две женщины бьют кабана. 18 плюс. Смотреть регистрации без смс. Просто убили бедного кабанчика. И почему-то исчез работник с фермы. Придется опять кого-то нового отправить. Я нажал нанять работника. И давайте, наверное, сменим культуру. Пускай выращивают кукурузу. Да? Да. Работник появился. Хорошо. Начинает выращивать. В общем, первое, что я хочу сделать, это все-таки до 5 вы кабана бьете. Это построить новую деревню. Вот-вот на нее хватит ресурсов. И потом построим мастерскую. И улучшим снова обана. Здесь вы можете выбрать дальнейший путь развития вашей цивилизации. Неплохо. Позволяет снаряжать экспедиции. Круто. Позволяет вам охотиться на кроликов. Но мяса и так хватает. Увеличивает радиус действия колодцев. Вообще бесполезно, поэтому давайте выберем экспедиции. Теперь я могу отправлять людей в экспедиции. Здесь вы можете отправлять людей на поиски приключений. Это прибыльно, но очень рискованно. Не все вернутся домой. Если вообще кто-то вернется. Пока нету доспехов, пока нету щитов, мечей и прочего. Прекрасного всего. То не стоит никуда отправляться. Мы кабана даже не можем забить. Не говоря уже о разных приключениях. Господин, наши посевы настигла беда. Колосья подяжелели и опадают на землю, сраженные невиданной чумой. Лишь ваша прозорливость и мудрость спасет нас. Не дайте начаться голоду. Серьезно? Собрать ресурсы. Реально, смотрите. Что-то случилось страшное с фермой. Где работник? Иди работай. Придется строить либо новую ферму, либо, я не знаю, ну, будем питаться пока только мясом, без овощей. Это тоже неплохо. Некоторые из ваших людей болеют. Угу. Не помешали бы мне целебные травы какие-нибудь? А можно ли их выращивать? Могут использованы быть для создания лекарств. Нам нужны лечебные травы, но кто будет делать лекарства? У нас появилось много новых построек, но что касается лекарств, я не знаю. Ладно, пока новая деревня лесорубов. Готово. Опачки, эта деревня оказывается на заднем плане появляется, посмотрите. И она просто реально пассивно будет приносить мне различные плюшки. Ну, тогда следующая деревня будет посвящена камню. Сколько нужно для деревни камня? 10 камня и 40 древесины. Итого, итого у меня более чем достаточно. Даже если в моей деревне я не смогу получать доход, то доход будет приходить из-за бугра, скажем так. Прекрасно. И да, меня пугали нападением с севера. Мол, во, мы придем, мы вобьем, где? Идите сюда, покажите любого. Рыцарь готов махать своим мечом, использовать свои заклинания. В общем, многого, 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 многого мы можем добиться. Наши шахтеры не могут найти залежи. В смысле? В смысле? Как это? Наши шахтеры не могут найти залежи. Ну-ка, давайте посмотрим. Ай, люди болеют! Действительно, посмотрите на его зеленую морду! У него явные проблемы. Это тупица, да? Нет? Так, видимо, здесь шах... Да, смотрите, закончилось все. А эту балку они так и не построили, как было обещано. А, это уже следующая балка. Хорошо, сейчас исправим. И здесь построим сразу. Древесина, в общем-то, у нас практически бесконечная. Нормально. Главное сейчас найти камень. Восемь кусков дерева добудем быстро. Если деревья, конечно, вырастут. Да. С нашей кукурузой страшные вещи. Может быть, стоит сменить культуру? Пускай будет у нас теперь тыква. Сожжем зараженные посевы. И вырастим на их месте новые, вкусные и свежие. О, древесины, как я уже и говорил, хватает. А вот с камнем проблемы. До сих пор. Что касается железа, я не знаю, можно ли добывать железо. А если можно, то как? О, шла работать в шахту, передумала и... Что ты... Что ты делаешь? А, опять работа. Что с тобой? На нас напали. Иди добывай древесину. Она бегала из стороны в сторону и ничего не могла сделать. Кстати, на нас напали. Я слышал. Кто? Откуда? А, это кабан. Ничего страшного. Такс. Да, куча бездействующих людей. Шахта. Шахта. Добудьте мне, пожалуйста... Не хочешь, дайте в шахту. Не хочет. Добудьте мне, пожалуйста, всего лишь нам всего два камня. Разве я многого прошу от своих подчиненных? Всего лишь два камня? Тогда вам плевать, забейте, не работайте в шахте. Мне вон моя вторая деревня будет нормальная, приносить камень. Которую я буду любить и уважать больше, чем вас, тупицы. Не хотят. Я немного все равно не понимаю механики управления поселенцами. Они иногда просто на все забивают, начинают стоять и болтать. Вместо того, чтобы работать, приносить мне камень, древесину, они просто ничего не делают. Такое часто бывает. Почему? Непонятно совершенно. И как с этим бороться, неизвестно. Если бы можно взять было плеть и как следует просто выпороть, да? Вот этих тупиц бездельничьих, бездельников. Было бы круто. Отлично. Еще и дождь пошел. Просто прекрасно. Все катится в Тантор Рым. Собрать ресурсы, соберите их. Опять работать? Опять работать? Да, опять работать. Что-то мне стрёмно, действительно. Дождь этот пугает. Сколько, интересно, он продлится. И несмотря на то, что день. Черт. Два жителя погибли, друзья. Надо срочно нарожать новых. Они реально решили погибнуть. Видимо, болезнь сделала свое дело. Что в шахте? Вот они в шахте и умерли. Легенды не лгали. Силой, которую дает перчатка, мы сможем воскрешать мертвых. А теперь иди добывай. Пожалуйста, камень. Добудь камень мне. И тебя воскресим. Ты вос... Ребят, он воскрес снова больным. Тупица. Ну, понятно. Он даже после смерти не смог выздороветь. Да уж. Это жестко. Это действительно жестко. Даже смерть его не излечила. Ладно, друзья. На этом мы с вами пока остановимся. Большое спасибо за внимание, за просмотр. Скоро продолжим. До новых встреч. Удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...